Вот это рекордная закредитованность. Вроде как слова звучат довольно знакомо, но есть ли что-то отличающееся от того, что было в России в довоенное время? Ну, суть в том, что ЦБ уже очень нервничает по поводу долгов россиян. Он долгие годы нам рассказывал, что все нормально, все хорошо, волноваться не о чем. Теперь он стал волноваться, потому что закредитованность очень высокая, но раньше были потребительские кредиты, а теперь, когда все наложилось еще ипотека, ситуация стала очень такой тревожной для банковской системы. У нас довольно много людей, у которых долговая нагрузка 80% от зарплаты. То есть человек каждый месяц отдает 80% заработка в погашении кредитов, которые он набрал. Есть какие-то совершенно сумасшедшие регионы, не буду даже их называть, чтобы не страмить и не пугать людей, где нагрузка 115%, к месячному заработку. Вот если вы понимаете 115, то это что значит? Что человек уже не может никаких кредитов взять, он уже бежит в мегакредитную организацию, одалживает там, гасит долг перед банком, ну, вот как-то так вот выкручивается. И поскольку, как вы видите, срока на месяц, то это вот то, что называется, перекрутиться до получки. И на сияние задолжены очень сильно. В общем, уровень жизни падает. Вы, конечно, больше слушаете президента, он нарисует дивную картину. Просто слушать так. Знаете, я сразу вспоминаю старый анекдот про девочку, которой долго в детском саду объясняли, какая хорошая жизнь в детском Союзе, пока она не заплакала. И спросили, что же ты плачешь? Хочу жить в Советском Союзе. Вот это примерно про президента Российской Федерации. Но на самом деле картина действительно не очень радостная. Очень многие с трудом перекручиваются, особенно семьи с маленькими детьми. Поэтому бегают, берут под сумасшедшие проценты. Ну, вот и считайте, значит, что у нас. У нас сейчас предельная сумма ставка кредита по микрокредитным организациям 292% в год. Ну, вот, соответственно, делите на 12, вы получаете, соответственно, сколько человек за месяц платит за такой кредит. Ну, как видите. Родные мои, понимаю, как вам нелетко. Но сейчас нужно еще потерпеть. Очень немаленькая сумма, больше 20% он платит за такой, почти 25% он платит за месячный кредит. То есть на четверть отдают больше, чем мы должны 30 дней назад. А что в целом можно сказать, если, конечно, есть такие данные на сегодняшний день о закредитованности россиян? Много было разговоров о том, что с начала войны деньги просто пылились рекой. И те, у кого их никогда не было, вдруг внезапно стали владельцами шестизначных сумм. И как-то, опять же, на контрасте одна новость дополняет другую. Есть ли хоть какая-нибудь статистика на этот счет, которая вам была бы известна и доступна? Ну, картина очень в России неоднородная. В России вообще жутко неоднородная страна. О ней говорить как о единой целостной системе очень смешно даже. Потому что здесь как бы есть люди достаточно богатые. Есть люди чрезвычайно богатые, есть люди безумно богатые. И вот эти три категории, они имеют неплохие сбережения. По официальной статистике банковской системы, россияне держат в банках на счетах, на депозитах и текущих счетах около 40 триллионов рублей. Где деньги? Пусть деньги вернуты. Это россияне, но только богатые. А бедные, как правило, при всех опросах говорят следующее. Что если потеряют работу, то и месяц с трудом продержатся на остатках денег, которые у них есть. А если нет, значит, остатков, то и вообще не продержатся. Ну, в общем, большинство населения России никаких сбережений не было, нет. И, суть на всему, никогда и не будет. Поэтому, ну, как бы очень разнообразная картина. Когда вы спрашиваете про богатых, у них все хорошо. У них все растет, они богатеют. Число миллиардеров России растет, будем радоваться. А бедные, конечно, такой тяжелой финансовой ситуации. Особенно сейчас вот начала портиться жизнь у пенсионеров. Мы видим, что даже при всей усердности Росстата, даже он не может скрыть, что у российских пенсионеров уже несколько месяцев падают реальные доходы. То есть, пенсии там прибавили на чуть-чуть, а коммуналка растет, значит, и будет расти с июня. Коммуналку еще поднимут на 8%, а в будущем году еще на 8%. Газ подорожал и будет дорожать еще. Уж самое дело страшно, лекарства подорожали, без которых старики не живут. Поэтому вот уже несколько месяцев реальные доходы пенсионеров падают. Они беднеют и беднеют. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Еще одна новость тоже из Российской Федерации. В целом, я думаю, что мы будем говорить преимущественно про Российскую Федерацию и немножечко про Китай, но об этом чуть позже. К слову о мерах, с помощью которых Министерство финансов или люди рядом с этим министерством находящиеся пытаются как-то облегчить существование россиян. Говорят о продлении льгот по ипотеке, которые обойдутся бюджету в дополнительный триллион рублей на три года. Об этом заявили РБК в Минфине. Там рекомендовали перевести программы на более адресный формат, чтобы сделать их эффективнее. Расшифруйте нам, пожалуйста, с экономического на человеческий, потому что есть ощущение, что вот эта адресность и эффективность в данном предложении, на самом деле, стоит это понимать не слишком прямо. Ну, с ипотекой льготной жутко интересная игра разыгрывается. Я ее предсказывал, а теперь с интересом наблюдая, как она развертывается. Значит, картина очень простая. Когда человек берет льготную ипотеку, то за него доплачивают государственный бюджет. Ну, как бы люди не всегда это понимают, да, они говорят, да, льготная ипотека пониженный процент. Он платит за это бюджет, он платит разницу между льготным процентом и рыночным. А рыночный процент подрастает, поскольку ЦБ поднял ключевую ставку, значит, растут ставки по всем кредитам, включая ипотечный. Значит, получается, что ЦБ борется с инфляцией, высшая ключевую ставку, а в итоге растут расходы у Минфина на поддержку льготной ипотеки. Чувствуете, да, картина? Поэтому, значит, Минфин начал дергаться, а поскольку в данном случае его интересы совпадают с ЦБ, то они пролоббировали, значит, что с 1 июля должна быть льготная ипотека, ну, не прокрещена полностью, но она будет очень сильно зажата. То есть была первая идея, что, значит, мы очень сильно сократим максимальную сумму, что-то там 6 миллионов для Москвы и Петербурга в том числе, что, в общем, конечно, катастрофа. Поднимем первоначальный взнос до 30%, ну, в общем, максимально зажмем усилия, но зато дадим больше, вот адресный, да, это значит, мы дадим больше на арктическую ипотеку. Вы знаете, в России есть такая тема, арктическая ипотека. Для людей, живущих за полярным кругом, чтобы они там охотнее покупали жилье и жили, значит, в условиях полярной ночи, значит, вот, чтобы они покупали там жилье, вот им будут давать больше. Над этим, конечно, в строительной индустрии всех хохочут, потому что ни спроса, ни мощностей под такую, в общем, ипотеку нет. Ну, в общем, как бы нет желания поддерживать ипотеку в Москве и Питере. Поэтому говорят, вот давайте дадим в тех районах, где труднее получить жилье, где труднее купить жилье, где меньше ввод жилья, давайте ипотеку давать, давать только, в общем, семьям с большим количеством детей. Ну, то есть вот это адресность, да. Но почему я говорю, что тут некая забавная интрига, потому что я когда это все дело прочитал, я сказал, о, сейчас посмотрим, какая банчивается война. Потому что за льготной ипотекой стоит огромный строительно, ну, как вам сказать, финансовый механизм, огромное финансовое лобби и строительное лобби, которое очень славно на этом зарабатывает. За этим лобби прячутся очень серьезные люди, очень близкие к телу президента. Поэтому было очень интересно, как, в общем, ЦБ с Минфином удастся это дело ужать. Я сказал, будет война, да. Ну, вот она и начинается. Значит, строители откатились сначала после удара ЦБ Минфина, теперь перегруппировались, значит, с леленочкой и йодом раны залили и на президента, соответственно, давили. И президент начал уже качаться, говорит, а давайте все-таки немножечко вернемся, давайте немножечко добавим. Минфин тут же зловно проскорежитал вот эту сумму, один триллион дополнительно, откуда взять деньги. И так у нас бюджет еле-еле, концы с концами. А это триллион-то дополнительных расходов, значит, откуда деньги взял? Представляете, кошмар. Ниоткуда и взять. Вот начинается война между строительным комплексом, да, и банками, которые на этом хорошо зарабатывали, и ЦБ, которые боятся, что банки заиграются, а потом рухнут, как рухнули банки в США, как рухнули банки когда-то в Японии на строительном комплексе, на строительном кризисе. Поэтому идет очень интересная схватка. Кто победит, будем наблюдать, я не знаю. Неужели ни у кого из приближенных Владимира Путина не завалялся лишний триллион? Мне кажется, у этих джентльменов и не такие суммы имеются. Я понимаю, что, конечно, девушка богатая, у вас триллионов этих немерено, а такой Минфин и не очень. За дверью лежат. Ну, я же понимаю. Поэтому, значит, я понимаю, что Майкл подносит, но, тем не менее, трудность с триллионами в российском бюджете существует. У него и так, в общем, есть дыра в дефиците. И, в общем, с нефтью не очень хорошие доходы формируются. Так что тут совсем не так легко этот триллион изыскать. Это проблема. Ну, если говорить с меньшим количеством шуток, то я имела в виду, конечно, уже личные какие-то активы мы наблюдали и раскулачивания очень таких обеспеченных бизнесменов. Поэтому, почему бы и нет? Мы видим, как национализируются самые вкусные предприятия, которые раньше были в частном секторе, сейчас они переходят скорее под контроль государства. Ровно поэтому этот вопрос. Неужели, если надо, будет Владимир? Путин не найдет. Миллиардер? Кто такой? Это человек, у которого лежат миллиарды долларов на счете? Нет. Это человек, которому принадлежит там какая-нибудь компания «Северсталь», «Новолипецкий металлургический комбинат» и что-нибудь еще. И рыночная оценка этого актива, ну вот она измеряется миллиардами, поэтому его кусок в этом активе тоже миллиард. То есть это нельзя взять и забрать деньги. Можно забрать активы предприятия. Дальше возникает вопрос. Этим предприятиям надо управлять. Это управлять предприятиями, надо финансировать. Нужно находить какой-то сбыт для продукции этого предприятия. Это такая трудная работа, что вот радости особой-то в общем нету. Они же все стали миллиардерами в хорошие годы, когда Россия дивно экспортировала, когда российская металлургическая промышленность прекрасно продавала, когда нефтепродукты шикарно «Лукойл» продавала. И все это было хорошо. А теперь-то совсем не так. Так что отнять это предприятие легко, а вот потом удержать его от банкротства, знаете, задача не для слабых нервов. Тоже, увы, не шутка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова